Citroёn сделал её мобиль. Точнее, и C4X. Но графически первая буква слишком сильно напоминает седьмую букву русского алфавита. Неизбежная ассоциация усиливает тот факт, что это электрокар. А точнее, полностью электрическая версия модели C4X, которая появилась сразу после премьеры европейского Peugeot 408, с которым у Citroёn определённо общие гены. Кросс-платформенность и мультибрендовость открывают удивительные возможности. Таким манером можно выдавать новинки раз в неделю, пока потенциальные покупатели не заблудятся в модельном ряду окончательно. Несмотря на очертания фастбека, Citroёn C4X — это седан, выполненный в кроссоверной стилистике, как и исходный хэтчбек C4 образца 2020 года. В отличие от Китая и России, где публика уже бывала знакома с четырёхдверными Citroёn C4, в Европе седаны ещё не продавались. Поэтому французы облекли новинку в кроссоверную форму и снабдили внедорожной приставкой X. Однако реальный дорожный просвет у новинки меньше 16 см, а привод строго передний при полузависимой балке сзади. Альтернатив платформа CMP не предполагает. В пресс-материалах электрической версии и C4X уделили больше внимания, чем всем модификациям с ДВС вместе взятым. Среди технических характеристик на первом месте запас хода — 360 км против 350 км у хэтчбека. 100-киловаттная бортовая зарядка позволяет восполнять запас энергии со скоростью 10 км в секунду, и за полчаса батарея ёмкостью 50 кВт-часов будет заряжена на 80%. Кстати, гарантия на батарею — 8 лет или 160 тысяч километров. Производитель обещает, что до этого момента аккумулятор сохранит 70% первоначальной ёмкости. Динамика уже не так впечатляет. И 136-сильный электромотор способен разогнать машину до сотни почти за 10 секунд, а потолок ограничен на отметке 150 км в час. Такая и только такая версия будет доступна на рынках большинства стран Западной и Северной Европы. А вот остальной мир получит возможность выбирать — либо электрокар, либо машина с традиционным ДВС. Таковым будет либо турбо-тройка Putec, развивающая 100 или 130 лошадиных сил, либо полуторалитровый дизель Blue HDI. Коробки передач — шестиступенчатая механика для базовой версии и восьмиступенчатый автомат для остальных. Производство новинки начнётся в августе на испанском заводе Stellantis в Мадриде. Продолжение следует...